МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрите главные новости в студии Дэн Грибов. Здравствуйте в этом выпуске. Праздник метрополитена. Сегодня открылись две новые станции. Бухарестская и Международная. Скорбный день для мусульман Петербурга в соборной мечети простились с Жофером Пончаевым. Граница на замке. Сотрудники таможни готовятся встречать туристов. Губернатор Петербурга выразил соболезнование семье погибшей женщины, на которую накануне упал кусок льда. Георгий Полтавченко пообещал, что город окажет родственникам всю необходимую помощь. Также губернатор призвал петербуржцев и самим контролировать борьбу с наледью. Об опасных адресах следует немедленно сообщить в аварийную службу по телефону 004. Мы этот случай серьезно расследуем, причем не только мы, но и правоохранительные органы. И естественно все виновные в этом инциденте будут привлечены к ответственности. Просто могу вам сказать, что дом, наверное вам это известно, дом находится в ремонте, в реставрации вернее. Обслуживанием его занимается частная управляющая компания под названием Апраксин двор. Об этом в жилком сервисе сегодня говорила и глава центрального района Мария Щербакова. Четыре года назад компания получила в свое ведение участок в Апраксином дворе. Однако все это время на коммунальщиков поступали жалобы и зимой, и летом. Жилком сервис Апраксин двор неоднократно штрафовали. В Ластрое нанято для содержания этих зданий организация. С 2008 года там были три организации. Последние, которые эксплуатируют здания, ООО, жилком сервис Апраксин двор. Эту ситуацию Мария Щербакова обозначила как чрезвычайную и призвала горожан быть осмотрительными. По ее словам, на чистку кровель ежедневно брошены 350 бригад. Иногда больше, но людей все равно не хватает. Что касается трагедии, в Апраксином переулке Следственный комитет продолжает работу. Допросили одного из руководителей жилком сервиса Апраксин двор. Напомним, что по этому факту возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса. Причинение смерти по неосторожности. Наказание до трех лет лишения свободы. Напомню, что здание на Апраксином переулке обслуживает негородская служба. По близости от места трагедии есть и другие примеры. Например, бомба замедленного действия от оборонного ведомства на углу улиц Садовой и Итальянской. Этот дом мы снимали неделю назад. Сегодня ситуация прежняя. Висят огромные глыбы. Правда, вдоль дома появились оградительные ленты. Эту зону пешеходы вынуждены обходить по проезжей части. ЧП на железной дороге на перегоне между станциями «Новая деревня» и «Ланская». Сегодня электричка сбила человека. По словам представителя МВД, на транспорте поезд двигался в направлении Петербурга. Несчастный случай произошел в половине девятого утра. Мужчина, 71-го года рождения, погиб. Как выяснили сотрудники транспортной полиции, мужчина переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте. На нем был капюшон и наушники. В настоящее время установлены родственники погибшего. Транспортными полицейскими проводятся мероприятия по установлению всех причин случившегося. Значимый день для петербургского метрополитена. Во-первых, после капитального ремонта открыли наземный вестибюль станции «Невский проспект», там, где выход на канал Грибоедова. Церемонию проводил Георгий Полтавченко. Ремонт, напомню, занял 11 месяцев. Там полностью заменили старую гидроизоляцию наклонного хода и провели капремонт эскалаторов. А в вестибюле установили специальные двери и пандусы для инвалидов. Второе событие – это долгожданное открытие двух новых станций метро «Бухарецкая» и «Международная». Николай Растворцев побывал на торжественной церемонии. Следующая станция «Бухарецкая». Длиннее на 3 километра, дольше на 5 минут. Эти, на первый взгляд, небольшие цифры скрывают за собой то, о чем жители Фрунденского района мечтали долгое время. Фиолетовая ветка метро сегодня заметно продвинулась на юг. Открылись две новые станции – «Бухарецкая» и «Международная». Метрополитен – это действительно самый удобный, самый быстрый и самый качественный вид общественного транспорта. И сам Петербург, нашему городу, он просто необходим как воздух. Тем более горожане любят свое метро. В честь открытия новых станций в вестибюль доставили специальные ножницы. Это настоящий раритет и гордость метрополитена. Именно этими ножницами перерезали все ленточки при открытии станции, начиная с 1955 года. После церемонии открытия губернатор Петербурга лично оценил новый участок. Спустя некоторое время двери метро распахнулись и для первых пассажиров. Результат труда строителей понравился как горожанам, так и руководству города. Георгий Полтавченко рассказал, в следующем году на строительство и проектирование новых станций город выделит 15 миллиардов рублей. В перспективе Фрунзенско-Приморская линия продолжит свое движение на юг и дойдет до Шушар. Николай Растворцев, Михаил Кацман, Александр Котов и Игорь Баринов. Новости Санкт-Петербург. В соборном мечети Петербурга сегодня простились с муфтием. Проводить своего духовного наставника пришли десятки мусульман. Жофер Панчаев скончался накануне на 73-м году жизни. Он возглавлял управление мусульман северо-запада России. Занимался просветительской деятельностью, был противником ваххабизма. Для многих прихожан стало знаковым, что прощание с муфтием проходило в священный по Корану день, пятницу. Это у нас большая потеря. Мы потеряли нашего лидера, очень хорошего человека. Я хазря-то знаю, 71-го года, как он приехал, молодой еще в мечеть. Я ходила в мечеть, в молитву. Пока он работал, ни одного пятницу не пропускали. В мечеть пустили только родственников покойного. Похоронили Жофера Панчаева сегодня на Ново-Волковском кладбище. Из-за автомобильных пробок перед праздниками пограничники готовятся встретить невиданный поток туристов. В этот раз их ожидают вдвое больше, чем в прошлые годы. Только в Хельсинки приедет около 130 тысяч россиян. На таможне даже пришлось увеличить число сотрудников, чтобы машины не скапливались перед пропускным пунктом. Относительно спокойно пересечь границу можно будет с 1 по 6 января, а затем только днем 9 числа. Дмитрий Рунков узнал, насколько долгим может оказаться путешествие из Петербурга в Финляндию. В первую очередь это термос с горячим питьем. Возможно, чай либо кофе, поскольку вдруг, если придется долго стоять, часов на пять, чтобы уж точно. Свою семью перед праздниками Оксана Протасова решила подготовить к настоящему курсу по выживанию. На машине они отправятся встречать Новый год в Финляндию. Билетом на паром и путевки в отель добавлен весомый сухой паек. Впереди главное испытание – выставить в машине на границе. Бензин и полный бак обязательно. Если супруг посчитает необходимым, то возьмем еще дополнительный с собой запас бензина. А успокоительные будете с собой брать на случай стресса? Вы знаете, хорошая идея, об этом я не подумала. Успокаивает пока разве то, что время выбрали оптимальное. Печать за грандпаспорты собираются ставить во второй половине дня, когда ажиотаж на пропускных пунктах начнет стихать. Максимальное количество очередей скапливается в период с 8 утра до 13 часов, поэтому лучше как-то избежать время прибытия на границу в это время. А на выезд из Финляндии лучше не пребывать на границу с 16 до 18 часов. Максимальные нагрузки будут, естественно, в последние числа, то есть с 28 по 31 декабря. Это на выезд из России, в основном сторону Финляндии, Эстонии. Прогноз на ближайшие несколько дней пробки 10 баллов на границе. Там готовится встретить невиданный поток туристов. В этот раз их ожидает вдвое больше, чем в прошлые годы. За несколько дней нужно пропустить десятки тысяч машин. Таможни пограничники уже увеличили число сотрудников, будут открывать полосы встречного движения и грузовые направления перед пунктами пропуска. Все, чтобы туристам не пришлось встречать Новый год в машине на границе. Традиционно у нас, конечно, популярны основные, это брусничные, конечно. Почему? Потому что на сегодняшний день наибольшее сосредоточение гипермаркетов, всевозможных торговых центров, оно находится в Лаперанте. И, соответственно, туда будут, в первую очередь, направлены основные туристические группы. Не менее загружена будет, естественно, торфяновка, потому что очень много наших граждан имеют соответствующие путевки на различные паромные сообщения. Даже отстояв километровые очереди, некоторые путешественники могут столкнуться с еще одним препятствием. Должников развернут прямо на границе. Непогашенных задолженностей более двух тысяч, точнее, 2299. То есть столько птибуржцев не смогут прикинуть пределы Российской Федерации, если они не оплатят долг. Прямо на границе это сделать невозможно. Мы неоднократно уже объясняли о том, что это очень длительный процесс. Как минимум за три дня нужно погасить задолженность. То есть должникам встретить Новый год за границей уже не получится. Если рассчитаться сейчас, еще есть шанс успеть хотя бы на Рождество. Но это касается только тех, кто задолжал более пяти тысяч. И по этим делам есть решение суда. К примеру, с неоплаченным штрафом ГИБДД страны все же выпустят. Проверить, за что задолжал, можно на сайте службы судебных приставов. Тем же, у кого нервная система и документы в порядке, пограничники обещают. Сделают все, чтобы продержать на посту не дольше трех часов. Дмитрий Рунков, Алексей Кривощоков, Олег Кузенков, Нарина Степанянца, Кирилл Дмитриев. Новости. Санкт-Петербург. В Петербурге появится памятник детям войны. Открытие планируют провести в следующем году. Уже известно, как он будет выглядеть. Сегодня журналистам показали макет. Подробнее об этом Ольга Фомина. Сегодня утвердили макет памятника детям войны. Модель скульптора Владимира Шплета выбрали из множества представленных вариантов. В отборе принимали участие жители блокадного Ленинграда. Автор, победивший в конкурсе, представил юных участников боевых действий в долгожданный День Победы. Этот памятник будем считать оптимистичным. Потому что он ставит точку на тех страшных событиях, которые мы все знаем. И вот он, я надеюсь, отразит радость именно того, что война закончилась через детей. Под установку памятник администрация города выделила место на площади Мужества, недалеко от Пискаревского кладбища. Финансирование взял на себя спонсор. Вложив собственные средства в создание памятника, Вагиф Мамишев фактически обеспечил реализацию этого важнейшего социокультурного проекта, направленного на укрепление исторического самосознания и преемственности поколений. Этот памятник в Петербурге ждали 6 лет. На его установку блокадники даже частично собрали деньги. А нам сказали, сказало высшее руководство, Ваш миллион мы пока трогать не будем, пусть вот пока у вас остается. Понимаете, еще много проблем у нас есть, куда мы сможем этот миллион потратить. В середине января на площади Мужества появится постамент. Сам памятник детям войны торжественно откроют в День Победы. Международный творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями обрел постоянный дом. Сегодня открылся социально-культурный центр проекта «Шаг навстречу». Теперь в новом здании на Невском проспекте круглый год будут проходить выставки, мастер-классы и конференции. Фестиваль традиционно поддерживают федеральные и городские власти, и заслуженные деятели искусства. Поздравить хозяев и гостей сегодня прибыли представители общественных и культурных организаций города. У детей, которые лишены дома, могли бы быть лишены нормального детства. Появился свой дом. Поэтому мы постараемся тоже. У нас в Русском музее большие программы для детей с проблемами здоровья, развития. Мы сделаем автобус специально для них оборудованный. И сделаем здесь такой электронный филиал Русского музея, который даст возможность походить, погулять по Русскому музею не один день. Уже сегодня прошел первый мастер-класс по росписи фигурных пряников, а после ребята из вокального коллектива пели новогодние песни и водили хороводы. Это были все новости к этому часу. Напоминаю, телефон редакции 335-1555. Следите за новостями онлайн. Вы можете на нашем сайте topspb.tv. В 19.00 о главных событиях в Петербурге вам расскажет Марина Казаченко. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин